МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Диалог на равных. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, глава Чувашии Михаил Игнатьев и депутат Госдумы Алёна Оршинова встретились со студентами Чувашского госуниверситета. Без стероидов, антибиотиков и паразитов. Россельхознадзор проверяет поставщиков рыбы. Наточили парни косы. В Чувашии начался сенокос. Сегодня в Москве глава Чувашии встретился с министром промышленности и торговли России Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили дорожную карту социально-экономического развития Республики. Сейчас правительство страны разрабатывает новые механизмы взаимоотношений с регионами. Это предполагает прямой открытый диалог с Федеральным центром. Перед десятью субъектами России обозначили задачи до 2021 года. В приоритете развития экспорта, создания индустриальных парков, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций. Глава Республики отметил, что по итогам первых четырех месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,8%. Инвестиционный портфель промышленных предприятий насчитывает более 70 проектов с общим бюджетом 26 миллиардов рублей. Приток прямых инвестиций стимулирует фонд развития промышленности. Предприятиям предоставляются от целевые займы до 750 миллионов. Денис Мантуров отметил позитивную динамику и подтвердил готовность и в дальнейшем оказывать государственную поддержку. Совместная работа, которая у нас с вами была до этого реализована по ряду направлений, она носила такой достаточно эффективный, конструктивный формат. И рассчитываю на то, что вы нам предложите все те направления, где требуется наша дополнительная поддержка, чтобы добавить результаты для работы региона. В Чувашии должно увеличиться число спортивных клубов на предприятиях. Это одна из задач соглашения, подписанного на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Физическую культуру на предприятиях власти республики будут развивать совместно с обществом трудовые резервы. Глава региона отметил, что сейчас в регионе действует более 40 спортивных клубов. В Чувашии каждый год проходят спартакиады среди работников здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Основная инициатива заключается в том, чтобы поднять уровень систематически занимающихся спортом граждан до 55% в нашей стране. Это задача президента, это его майские указы. Соответственно, решение по открытию таких войск, это одно из таких решений. Мы работаем с предприятиями, мы работаем с компаниями, мы готовим персонализированное предложение директорам, которые видят историю своего спортивного предприятия. Мы предлагаем подход, при котором рассказываем и говорим, что при одном вложенном рубле в сотрудника физкультуры и спорта, здоровый образ жизни, он на выходе получает от 2 до 5 рублей экономического прироста. Но у вас губернатор очень спортивный, поддерживает всегда эти начинания. Он сопредседатель рабочей группы госкомиссии президента по спорту. Поэтому у нас взаимопонимание нашлось сразу, и сейчас уже будем приступать к реализации намеченных планов. С председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» глава республики обсудил строительство скоростной трассы «Москва-Казань». Ее протяженность Чувашия составит 89 километров. Также Михаил Игнатьев провел переговоры с руководителем машиностроительной индустриальной группы концерна «Тракторные заводы». Как отметил Андрей Водопьянов, в этом году только на предприятии в Канаше планируют увеличить в три раза объемы выпуска вагонов. Занимаемся качеством бульдозеров. Средняя заработная плата возросла уже на 20%. Мы приглашаем уважаемые жители республики к нам на работу. Мы готовы создать для этого все условия. Мы уже более тысячи человек приняли и еще готовы принять порядка полутора тысяч человек. Заказы есть. Мы уверены в будущем. Особенно это касается Канаша. Рабочий визит главы республики в Санкт-Петербург не ограничился только участием в деловой программе форума. Михаил Игнатьев встретился с офицерами и курсантами военно-морской академии имени Николая Кузнецова. Вагоны это оригиналы. Здесь маленькая выставка по главнокомандующим военно-морским флотам, бывшим адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым. Который военно-морскую академию он не заканчивал. Он заканчивал только академические курсы при военно-морской академии. В музейных залах история морского флота. Большинство экспонатов оригиналы. Это академия, старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в начале 19 века. Среди выпускников вуза и легендарный адмирал Советского Союза Николай Кузнецов. Здесь хранят его личные вещи. Очки. Толщики. Требучки. Это препятствия такого? Вот. Ваши свободы. Это окончание военного скулья. Учащение в Русске. Угу. Газеты в это время. Во главе морской академии стоял и уроженец Порецкого района, кораблестроитель и математик Алексей Крылов. Именно благодаря ему был спроектирован этот учебный корпус на Ушаковской набережной в Петербурге. Оно сделано по его проекту, оно сделано по его рисункам, оно сделано так, как хотел он. Это была изначально военно-морская инженерная академия, потом здесь командная существовала некоторое время отдельно, но потом здание было настолько хорошим, что две академии поселились здесь, ну и в конце концов стали одной. Поэтому житель Чувашии оказался родоначальником академического образования. Здесь создали мемориальный кабинет Алексея Крылова, где хранятся уникальные документы, книги и рукописи. Тогда к нему было так удобно, потому что здесь в разное время. Без теории корабля, без того, что сделал Алексей Николаевич для кораблестроения, конечно, не было бы ни ледокола «Ермак», ни похода в Северном Ледовитом океане и так далее. Глава региона отметил, что память об Алексею Крылове чтят и на родине академика. Мы ежегодно сейчас научно-практические конференции проводим на базе Чувашского госуниверситета. Несколько лет назад построили прекрасный памятник в честь Алексея Николаевича Крылова. Михаил Игнатьев встретился и с курсантами вуза. Среди них уроженцы республики. Ребятам уже довелось покорять моря в учебном походе из Североморска в Севастополь. В Северном море мы посвящались моряки перед морской водой. А также я участвовал на параде Победы в 9 мая, в 17 и в 19 году. А с точки зрения взаимодействия наших уроженцев уже на контрактной основе с каждым годом все больше и больше, это я ответственно говорю. У меня только один вариант оказывает содействие, взаимодействие с вами и те наши сегодня, которые обучаются здесь, уроженцы Чувашской республики. Только вперед, вы должны быть настоящими ответственными командирами и должны обеспечить безопасность Российской Федерации. База очень хорошая, отзывы тоже очень хорошие, тем более международная обстановка, с одной стороны, непростая, с другой стороны, мы пробуждать должны патриотические чувства нашей молодежи. Задача наша в органах власти стоит в том, чтобы создать благоприятную среду. В прошлом году вели мы кадетский корпус на 400 практически кадетов круглосуточным пребыванием. У выпускников кадетского корпуса большие шансы стать курсантами военно-морской академии. Будем вместе работать, мы со своей стороны Михаила Владимировича здесь с семьей будем работать. Тем более на Ленинградской земле у нас четыре герои отец-поюза во время Великой Отечественной получили. Чувашскую республику и военно-морскую академию Петербурга теперь будет связывать и договор о взаимодействии. Ну а сверять время офицеры теперь будут и по памятным часам. Это подарок от главы региона. Получается, я душу есть. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга. Почему молодежь уезжает и почему остается о молодежных трендах дискутировали лидеры студенческих объединений, молодые ученые и первые лица республики. Разговор транслировался онлайн, поэтому к нему подключили студенты со всей страны. Но прежде руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, глава Чувашии Михаил Игнатьев и депутат Госдумы России Алена Аршинова познакомились с жизнью крупнейшего вуза республики. Жизнь в университете бьет ключом. Спортзал – площадка для тренировок команды чирлидеров. На минуточку двукратных чемпионов студенческой лиги «Чирданс-шоу». Не менее титулована и женская команда по баскетболу. На неделе начались занятия летней школы физико-математического малого факультета. Его открыли благодаря федеральному гранту Минобранауки России. Программа рассчитана на две недели. Ребята будут изучать интересные олимпиадные задачи математики. И вторая часть у них состоит из английского языка. Здесь младшеклассники познают азы физики наглядно. На опытах проверяют, какие предметы тонут, а какие нет. Интерес к сложному предмету поможет его понимать в средней школе. А для кого-то станет первым шагом в профессии. И, возможно, в будущем они будут воплощать в жизнь собственные проекты, как это делают студенты. Всего в прошлом году грантовую поддержку получили 15 проектов ЧГУ. Мы проводим массовые акции и мероприятия, которые посвящены тому, чтобы привлечь как новых доноров, а также чтобы у людей, которые ранее сдавали кровь и ее компоненты, не пропал интерес именно к сдаче крови. Чтобы молодые люди после вуза реализовывали себя здесь, в республике они стремились в центры страны. Им нужны возможности и инструменты. Как сформировать тренд на децентрализацию молодых талантов обсуждали во время дискуссии. Одно дело, если уезжают учиться в элитные вузы и возвращаются на родину со знаниями. У нас не борьба какая-то, не на жизнь, а на смерть с столичными вузами, а наоборот дружба. Ну, например, кафедру колесных и гусеничных машин сегодня возглавляет по совместительству. На первых порах мы договорились с Бауманкой. Их профессор, собственно говоря, любезно согласился нам помочь в организации нового направления. Новые условия диктует время. Некоторые профессии еще 10 лет назад, бывшие на пике популярности, сейчас уходят в прошлое. Сейчас очень много поменялось. Интернет, например, дает огромное количество возможностей для работы, не связанных с необходимостью уезжать куда-то. Вообще новые профессии и специальности, которые входят в нашу жизнь, их огромное количество. Одно из перспективных направлений в Чувашии – альтернативные источники энергии. Также не хватает ответственных крупных предпринимателей. Российские и республиканские гранты для молодых специалистов не имеют территориальной привязки. Это относится и к другим регионам России. Студенты со всей страны тоже могли участвовать в дискуссии. Онлайн-трансляция велась ВКонтакте. К спикерам обращались из Нижнего Новгорода, Приморского края. Звучали вопросы и от активистов ЧГУ. Что мне конкретно нужно делать, как молодому ученому, для того, чтобы привлечь молодежь из Москвы, других регионов, других стран в Чувашскую республику? Мы создаем для вас и для тех, кто сюда хочет приехать благоприятную свету. Вот я ответственно могу сказать. Мы по вопросам экологии, по экологической безопасности входим в число 10 лучших регионов Федерации. Качественные услуги в медицине оказывают в шаговой доступности и в городе, и на селе. Образовательная среда, объекты физической культуры и спорта – все в шаговой доступности. Студенты интересовались и тем, как лучше реализовать свои проекты. Высказывали предложение чаще проводить в республике молодежные федеральные мероприятия. Из ближайших осенью в Чувашии пройдет всероссийский конкурс «Мисс и мистер студенчества». И все же никакие уговоры остаться не заменят личные примеры. У меня нет никаких причин уезжать отсюда, потому что Чувашская республика и Чувашский госуниверситет предоставляют мне все возможности для того, чтобы я могла спокойно тренироваться и учиться здесь. Также мой тренер живет и работает также здесь. И в принципе мне предоставляют все условия, и я всем очень довольна. В завершении встречи за достигнутые успехи наградили активистов. Им вручили благодарности от руководителя дирекции по подготовке и проведению года добровольца. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. На национальном телевидении Чувашия премьера телепроект «Россия. Территория бизнеса. Чувашская республика». Его подготовили сотрудники специализированного канала корпоративных и авторских программ про бизнес. Гость студии и глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Речь пойдет о поддержке малого и среднего предпринимательства, развитии электротехнического кластера, строительстве школ, поликлиник, особое внимание развитию физкультуры и спорта. Премьера программы 13 июня в 19 часов 30 минут. В преддверии Дня России в МВД по Чувашской республике прошла торжественная церемония принятия присяги гражданина России. Сегодня ее приняли 11 иностранных граждан из Молдовы, Украины, Таджикистана и Анголы. Каждый приглашенный поклялся соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязательства гражданина, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. После принятия присяги гражданина иностранцы смогут получить российские паспорта. Предстоящие выходные 15 июня, родительская суббота, 16-я, Святая Троица. В связи с предстоящим массовым посещением городских кладбищ, службы городского хозяйства приведены в полную готовность. В первую очередь наведен порядок на дорогах, ведущих к кладбищам в районе храмов и автовокзалов. На самих кладбищах вырубили старые деревья, покосили траву, установили контейнеры для сбора мусора, скамейки и емкости для воды, а также биотуалеты. Для удобства посетителей кладбищ на время проведения праздников будут установлены деревянные трапы для подхода к емкостям для воды. Во время празднования Святой Троицы посетителям будут выдаваться мешки для мусора. С 7 до 19 часов и в субботу, и в воскресенье будет ограничено движение транспорта, кроме общественного. Традиционно оно коснется улицы Богдана Хмельницкого до перекрестка с улицы Фучика и Алатарского шоссе до ЖД переезда у Карачуринского кладбища. Добраться до мест поминовения горожане смогут на автобусах номер 3, 30 и 46. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтьяр Велиев, Республика. Правительство России готовится расширить географию тестирования беспилотных авто в реальных условиях. Появятся они и на дорогах Чувашии. Сейчас автомобили на автопилоте испытывают в Москве и Татарстане. К ним предложено добавить Владимирскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Краснодарский край и Чувашию. Это следует из проекта изменений в постановлении правительства подготовленного рабочей группы и национальной технологической инициативы. К беспилотникам предъявляются строгие требования в счастье безопасности и обязательного страхования. Предварительно первыми на дороге выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами Яндекса. Следующий сюжет не предназначен для детей и особо впечатлительных зрителей. Два человека погибли в страшном ДТП в Комсомольском районе. Вчера вечером на 71-м километре трассы Цивильск-Ульяновск автомобиль буквально снес повозку, запряженную лошадью. Просток со второстепенной дороги повозку сносит ВАЗовская 12-я. В результате ДТП погибли 66-летний водитель гужевой повозки и его 68-летний пассажир. Молодого водителя ВАЗ-2112 с различными травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД. Предварительно у него имелись признаки алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Антибиотики – возбудители серьезных болезней и пестициды. Такой набор можно получить на обед, если купить рыбу в непроверенном месте у поставщиков без документов. Чтобы подобная продукция не попадала на стол жителям Чувашия, Россельхознадзор регулярно проводит проверки. В этот раз очередь дошла до коллективного фермерского хозяйства в Батаревском районе. Почему не удалось новогоднее блюдо из-за кулинарных способностей хозяйки или качества самой рыбы, история умалчивает. Однако, чаще всего опасный продукт никак не определится на вкус. Так, тренбалон, который нередко специалисты обнаруживают в рыбе, – мощный анаболический стероид. Эстрадиол, женский половой гормон, тетрациклин, антибиотик – перечень вредных веществ, на которые специалисты проверяют рыбу, можно продолжать. Еще одно частое нарушение при выращивании рыбы – использование в качестве корма отходов жизнедеятельности скота. Впрочем, как утверждают специалисты Россельхознадзора, чувашские производители этим, как правило, не грешат. У нас в республике около 20 рыбных хозяйств. Мы ежегодно стараемся попасть в эти хозяйства и отбирать пробы. Пробы мы отправляем в Москву, в федеральное учреждение на церебезопасность. В этот раз специалисты берут пробы в коллективном фермерском хозяйстве Батревского района. Рыбу здесь выращивают уже пять лет. В открытых прудах – осетровые и карповые. Форель, белуга, щука, сом. В бассейне – стерлить. У нас натуральная только корма, то есть свое, там мясо, субпродукты. Качество вообще дезинфекции воды проводится ежемесячно. Мы проводим это в своей лаборатории, которая находится в Батревском районе, в санэпидемстанции. Отобранные пробы проверят в Москве на гормоны, антибиотики, пестициды, радионуклиды и паразитов. Результаты будут известны через месяц. Каждый год в третье воскресенье июня вся страна поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником. На этот раз День медицинского работника выпал на 16 июня. Накануне праздника наша съемочная группа встретилась с лучшим анестезиологом Чувашии Дмитрием Лукояновым. Ты уснул уже? Дыши спокойненько, все хорошо. Сделать так, чтобы дети комфортно чувствовали себя во время операции, не ощущали боли и легко приходили в себя – главная задача анестезиолога-реаниматолога. Почему я пошел как раз в эту область? Потому что результат лечения нашего – он налицо. Если мы делаем все правильно, дети выздоравливают. Маленькие пациенты самыми тяжелыми случаями лечатся именно здесь. Новорожденные и постарше с соматической или хирургической патологией. Ответственность у врачей очень высокая. Чтобы справиться с моральной нагрузкой, у каждого врача этого отделения есть свое хобби. У Дмитрия Лукоянова это активный образ жизни – рыбалка, охота и просто прогулка на свежем воздухе. Самое главное – это физическая активность. Если не будет физической активности, то, соответственно, в общем целом, не сможешь работать продуктивно и на работе. Ну и плюс, конечно же, я сторонник того, чтобы не было никаких вредных привычек. Это не было… Врач-анстезиолог-реаниматолог не должен курить, не должен злоупотреблять алкоголем. Это самое главное. Дмитрий Лукоянов уже 10 лет возглавляет отделение анестезиологии и реанимации. Именно под его руководством впервые в Республике врачи отделения освоили новый метод сосудистого доступа – внутрикосной инфузии лекарств. Это позволяет спасать пациентов с полиорганными нарушениями. Параллельно с основной работой Дмитрий преподает в Институте усовершенствования врачей и передает свои знания коллегам. Например, Валентина Чумакова работает под его руководством уже 5 лет. Он очень хороший руководитель. Он всегда готов прийти на помощь и всегда подсказывает, направляет с трудными пациентами. К нему можно обратиться в любое время дня и ночи. Он старается поддерживать сплоченность нашего коллектива. И благодаря ему наше отделение развивается и идет много со временем в лечении наших маленьких пациентов. В реанимации Республиканской детской больницы создана возможность совместного пребывания родителей с детьми не только на этапе выхаживания, но и в предоперационном зале, где ребенка готовят к наркозу. Еще одно новшество – зал для анестезии оформлен в виде игровой комнаты. Здесь стараются идти в ногу со временем и даже чуть быстрее. Совсем недавно, в День защиты детей, больница получила сертификат на 1 миллион рублей. И трудно догадаться, что и эти средства направят на создание комфортных условий для маленьких пациентов. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В районах Республики идет заготовка кормов на Сеноковсе в Маргаушском районе. Побывала наша съемочная группа. Такой пресс-подборщик формирует 20 снопов в час. Техника все делает самостоятельно. Механизатору нужно лишь нажать на кнопку запуска обматывающего аппарата. Два таких агрегата появились в сельхозкооперативе имени Суворова в этом году. В прошлом закупили новый трактор. Работаем полным уходом. Половина уже, можно так сказать, заготовлена. Около 400 гектаров многолетних трав. 300 гектаров однолетние для сенажа уже. На сегодняшний день уже 200 гектаров мы уже сено заготовили. Все надо вовремя сделать. Погода не ждет. Надо стремиться, быстрее погода надо будет. Такая же задача стоит и перед остальными хозяйствами республики. Укос травы и заготовка сена идет одновременно. Аграрии республики скосили 14 тысяч гектаров многолетних трав. Заготовили почти 3 тысячи тонн сена и 10 тысяч тонн сенажа. Больше, чем в прошлом году по всем показателям. Татьяна Людь, Валина Сусметова, Павел Рядков, Республика. Там же, в Маргаушском районе, мои коллеги познакомились с человеком, который уже много лет служит своим землякам примером жизнелюбия и оптимизма. Елена Макеевна Ирзакова готовится отметить 90 и делится секретами активного долголетия. Не дом, а музей рукоделия. Эти игольницы, салфетки, накидки и наряды связала Елена Макеевна Ирзакова. Хрупкая бабушка, которая вот-вот будет отмечать 90-летний юбилей, просто поражает всех вокруг любовью к жизни, трудолюбием и энергией. Чтобы купить эту швейную машинку, мама Елены Макеевны продала свинью. Надо было помочь дочери восстановиться после страшной аварии во время войны. В те годы 17-летняя девушка работала на военном заводе. Несколько девочек было, с рюкзаками они были. Они садились на машину грузовую, и в это время там проехала машина «Урал». Зацепила машина за рюкзак, и она попала под машину. Два колеса «Урала» она просто помнит, помнила, что одно колесо, другое колесо. Она потом три месяца лежала и все равно выжила. Врач сказал, ей было 17 лет, рожать не надо, замуж не надо тебе. Вот она все-таки родила нас, мою сестру и меня. Мы благодарны ей, что она никогда не боялась трудностей. Любит она жизнь, любит работу, любит нас, любит вообще природу. Чтобы хоть как-то заставить маму отдыхать, дочери соорудили для Елены Макеевны место для рыбалки. Поймать 50 рыбок в день для нашей героини – норма. Вот когда очень хороший улов, действительно смотрим, мамы нету, где она, уже дела закончили, уже коров закрыли, смотрим, нету, идем, фонарик светим, а она еще сидит. Фонариком светишь на поплавок, еще можно ловить рыбу. Елену Макеевну знают в Маргаушском районе как отличного каменщика и штукатура. Свой дом она тоже построила сама, отказавшись от инвалидности. Простая история сильной чувашской женщины. Мария Шоклева, Алина Сусметова, Павел Иритков, Республика. Таким стал этот предпраздничный день. До свидания.